Я сейчас нахожусь возле Старолазовских курганов и сегодня я решил поставить себе задачу все же найти вход в Танечкину пещеру со стороны реки. Я внимательно посмотрел на карте и от основного входа он должен быть на расстоянии примерно 100 метров. Пару раз я пробовал искать, но первый раз это было при высокой траве, а второй раз я с самой реки пытался это увидеть. Вот сейчас покажу, куда идти, забравшись на один из курганов. Вот там виден самый высокий курган. Когда-то он, как написали мне, был на 4 метра выше, до того, как его начали копать. Ну а мне надо двигаться вдоль вот этой дороги в ту сторону. Ну вот, пока листвы на деревьях нету, отсюда даже виден вход в пещеру. Но в этот вход я уже много раз заходил, сейчас спущусь поближе. Итак, сейчас я покажу саму спелеологическую карту этой пещеры. Это Танечкина пещера в Старой Ладоге. Вот этот вход основной, через который все и заходят. Если я не найду альтернативного входа, то я зайду через него, чтобы посмотреть, как в этом году выглядит эта пещера. Второй вход, как видно на схеме, находится слева от него, довольно-таки рядом. Сейчас я пройду и посмотрю, что в этом году с ним. В прошлом году он был завален. В этом году обрушения здесь еще больше. Итак, вход, который находится слева от основного, в этом году оказался завален еще больше. Ну а сейчас в этом входе я заметил кое-какие бумаги на стене прикрепленные. Так что я быстренько зайду, посмотрю на них и пойду искать, так сказать, запасной вход со стороны реки. Так, здесь написано, что Танечкина пещера, самая длинная пещера на территории всей Ленинградской области. Длина ходов составляет около 6,5 километров. Лабиринт пещер тянется на 200 метров в северо-восточном направлении и на 105 в юго-западном. Местные жители расскажут, что на самом деле пещер намного больше, и площадь ее составляет не менее 40 квадратных километров, ходу под землей соединены с Астрологической крепостью. Однако данные не подтверждены. Так что да, про эти пещеры очень много мифов. Сейчас я зашел через вот этот вход, этот оказался завален, а мне надо отыскать вот этот вход. Так, вдоль берега трудно проходить, здесь вот такая преграда меня встречает. Вот, ладно, я сегодня в резиновых сапогах снова. Так что попробую пройти. Половину расстояния где-то я уже прошел. По всей видимости, потом надо наверх будет подняться. На том берегу, кстати, Староладожская дача и Любшинская крепость. Я сейчас вот по этой тропинке немного пройду, здесь осмотрюсь, если что поднимусь наверх и вот там посмотрю, поищу вход. Пещера сейчас находится прямо подо мной, а я все еще пытаюсь найти вход. Надо посмотреть, что такое за этими камнями. Здесь ничего, а здесь. Если это вот этот запасной вход в пещеру, то здесь точно не пройдешь. Хотя люди писали, что заходили со стороны реки когда-то. Но тут что-то вроде вентиляционного отверстия. И все-таки вот это место довольно похоже, где мог бы быть запасной вход, судя по карте. Но, по всей видимости, я ошибаюсь. Так что, если кто-то знает, где именно находится этот вход, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Что ж, запасного полноценного входа в эту пещеру я не нашел. То технологическое отверстие или как вход в эту пещеру, который со стороны реки, я нашел, скорее годится только для летучих мышей. Вот поэтому, как и обещал, сейчас зайду через этот вход, посмотрю, что тут изменилось за последнее время. Далеко заходить не буду, так как один и больших припасов с собой не брал. Далеко заходить не буду. Ну вот, на этот раз стоило мне зайти в пещеру. Буквально вот там выход. Как здесь, сразу заметил целую группу спящих летучих мышей. А где-то в глубине пещеры слышится, как летают у других. Итак, от этой группы летучих мышей я двинусь вдоль вот этих веревок. Вот туда. Веревки устремляются сюда. Так, вот здесь смотрит на меня вертучая мышка. Ладно. Она была недовольна моим появлением. Может, ее, конечно, свет напугал. Могила в этот раз вся затоплена практически. Ну ладно, еще по прямой немного пройду. Тут все в свечках. Сюда нужно со спелеологами профессиональными приходить. Так будет гораздо интереснее. Ну, дальше, если немного пройти, здесь затоплено. Тут что-то вроде дамбы. И начинается вода. Да, все дальнейшие туннели в воде. Ну, один я дальше не пойду. Здесь надо несколько человек. Вот, разве что, еще одна мышка. Все, теперь точно пошел обратно. Сегодня в Танечкиной пещере довелось увидеть несколько летучих мышей. Правда, свою основную цель я так, скорее всего, и не выполнил, не нашел запасного входа. Но так тоже интересно оказалось. Ох, какой низкий тут потолок. Так, мне вот сюда. Так что полностью неудачную сегодняшнюю вылазку называть я не буду. Все-таки увидел достаточно много летучих мышей. Ну, ладно. Теперь я домой. Хотелось бы предупредить, что по одному в пещеру, особенно если никогда не ходил, лучше не соваться. А вот здесь, в этом кургане, какой-то вандал. Огромный кусок отрыл. Совсем рядом. Там еще ямы находятся. Одна. Вот здесь ямы. Не знаю, ради песка или в поисках кладов люди разоряют исторические памятники. Мне непонятно. Так делать нельзя. Спасибо. Продолжение следует...